Продукты командуют людей передавать друг другу в другу и соблюдать некоторый баланс. Для того, чтобы можно было что-то подсчитывать, давай, как сказать, в общем про экономику. Экономикус, да, слово, это дома ведение, ведение домашних дел. Когда есть мешок зерна, там, кобыла, там, корова, там, две штуки, и вот мы ведем учет. Два топора, там, три стога сверху. Мы ведем учет. Прибавилось там еще один стог свена, их стало четыре, да, убавилась корова, стала одна. Вот. Это в тех единицах, ну, абсолютно, да, понятно. Но сейчас весь мир, он, как бы, универсальную единицу. Использует, да, денежную. Это удобно. То есть для того, чтобы понимать, что у меня есть корова, есть там, два стога сена. Чтобы можно было количественно оценить, там, полезность, неполезность, ну, как бы, да, вот эту. Да. Баланс, короче, подвить. Да. Баланс. Потому что в коровах, там, в зернах неудобно. Ну, есть универсальное средство, понятно. Хорошо. Для ведения учета. И это существующая система. То есть ничего нового я не рассказал, да, противоречий нет. Что предлагается? Ну, помимо блокчейна. Блокчейн, это, на мой взгляд, и так понятно. Это будет реализовано в любом случае. Оно уже реализовано. И ведение дел, и там, ведение DAO, оно уже существует. Другое дело, что оно может быть не совсем удобно, и оно еще и не популярно. То есть мало кто про это знает. Вот, тем не менее. Ну, ее как-то приведут, причешут, и она будет полностью использоваться. В том числе, там, вот, больше. Я просто не знаю, опять же, в секторе B2B, она, на сколько вот она будет. Будет, но позже. То есть сначала начинается с комьюнити гиков, там, 10 человек, да. Потом больше. Стоит задача одна. Сделать расчетную систему для потребительских обществ и кооперативов. Типа ТСЖ, там, вот, СНТ, ДНТ, вот эти вот. А, как бы, чтобы можно было председателю дать удобный инструмент, ну, как бы, его интерес, там, вообще есть. И, соответственно, в первую очередь, действия интересы конкретных пайщиков, то есть членов этого кооператива для ведения совместных действий, там, по общественным, там, каким-то движениям. Дорогу сделать, там, еще этих фонарь повесить, там, и так далее. То есть, чтобы учет средств был понятный, там, и так далее. То есть, вот такую систему для сообществ разработать. Либо уже здесь существующие, адаптировать ее, соответственно. Хорошо. Мы сейчас, главное, вернее, я вернусь, да, вот сейчас, есть, ну, чтобы было понимание, есть база, платформа, да, ну, пускай это блокчейн. Блокчейн и транзакции, транзакции могут быть любые. На них строятся надстройки, это библиотеки, которые позволяют те или иные транзакции записывать, считывать более удобным способом. На них строятся сервисы. Один из сервисов, это может быть, там, ЖКК. Другой сервис, это принятие решения голосования, там, другой сервис, это DAO, да, то есть для создания компаний. Там, четвертый, это бухгалтерская отчетность. Ну, короче, там можно много чего придумать. Аренда автомобилей, там, P2P, там, в общем, там, репутация, да, экономическая там. А это как-то вообще связано вот с такими архитектурными понятиями, как открытый код и облачная технология? Блокчейн. Это же инструмент. Блокчейн – это технология, да? Технология. Облачная технология – это технология. Да. Если говорить, там, про open source, это, как бы, метод распространения и привлечения людей, комьюнити. То есть, плюс, это при выборе open source решения, это больше надежность выше. То есть, ты не зависишь от одного вендора. Да. Если ты ему доверяешь достаточно высоко, то тебе пофиг бы, open source не open source. Но если ты понимаешь, что завтра он может слиться… Вот, соответственно, это все сочетаемо с блокчейном, open source и облачной технологией. Я бы сказал так. Система устойчивая, она невозможна, когда этим руководит какой-то один вендор. Соответственно, это становится доступно, как минимум, к несколько, и это уже open source. Да? То есть, владеет тот, кто в этом разбирается. Ну, да, тот, кто непосредственно кодит, там, допустим. Ну, кодит, ну, да. Он имеет доступ к этому, и он потенциально может, вот, разобраться. Я чисто технологически они сочетаемы? Конечно. То есть, они… То есть, блокчейн – это вообще open source. Однозначно. Да, практически однозначно. Понятно, что технология блокчейн может использоваться и в закрытых решениях, но она нам не интересна автоматически. Это внутренняя закрытая сеть, которая для каких-то своих локальных задач. Вот, мы говорим про open source. Ну, да, и, собственно, тренд такой, что будут группы, которые, единомышленники, которые будут закрыты для внешнего мира, да, и открыты для себя, в том числе в плане хранения информации, для создания облаков, но, соответственно… Таких сообществ много, и они работают, и, ну, они, ну, так сказать, работают и работают. Я с точки зрения киберпреступности и вообще преступности в целом. Вот есть у меня знакомые, возглавляют легулу безопасного интернета, они там, ну, за порнухой смотрят, за всякими этими делами, чтобы в открытый доступ не выкладывали в интернете. А теперь получается, что доступ вот в эти группы, там, допустим, ну, детская порнография, есть какие-нибудь маньяки, которые объединились в такую группу и размещают там внутри себя, чтобы никто больше не увидел эти фотографии. Туда человек может попасть, то есть только через оффлайн, то есть только через человека, правильно? Ну, не обязательно оффлайн, но по приглашению, да. Ну, по приглашению, да, так минимум. Такая вот история. Понятно. Ну, это опять же, вот, это уже такая, с точки зрения оперативной работы, там, следствия органов, для выискивания этих групп, которые занимаются не тем, чем… Как сказать, интересная вещь, то, что всегда можно приступить за ходом. Всегда. То есть возможность есть всегда. Вот. Другое дело, что цена… Если цена достаточно высокая, то иногда проще, ну, не совершать. Ну, понятно. Ну, как бы, своровать, там, миллион долларов. Если ты понимаешь, что это стоит 2 миллиона долларов, ну, не пойдут воровать. Ну, да. Здесь то же самое. Ну, как бы, облачные технологии – это удешевление. Ну, это название такое, да? Ну, потому что все пользуются ресурсами, которые доступны. Ну, я говорю… Ну, здесь, скорее, речь идет про… Ну, если блокчейн, в основном, это синхронизация между компьютерами, какими-то, локальными или там серверами, которые не обязательно в облаке. Облако – это большой дата-центр, где много-много там, в общем… Ты даже не знаешь, где это, в общем, ты пользуешься Амазоном, а это десятки дата-центров, раскиданные по всему миру. Вот. Ну, ладно. Это про технологии. Так вот, если говорить про конкретные сервисы, это верхний уровень. Я говорю сейчас про нижний уровень. Ну, сервисы же выходят в экономику тоже, то есть, как бы… Да, есть подход сверху, когда мы говорим, нам нужно голосование, допустим, или нам нужно ведение предприятия, там, такого-такого-то, продавать пирожки. Ну, да, то есть, уже адаптированное решение или сервис для конкретного применения. Хорошо. Давай рассмотрим пример, да, в виде, там, локальных сообществ, кооперативов, вот, или потребительских кооперативов, ПТО. Ну, там, здесь на Лебра-Лайфе, как бы, это решение на блокчейне, да. Легальный способ создания внутренних расчетных единиц между собой, вот, которые, ну, поют. Да. Как в этом, вот эти технологии, там, блокчейн, там, по сути, на мой взгляд, это получается, ну, как бы, вот такой кооператив, это такой DAO, да, можно сказать? Так, есть, да. Причем люди могут там не находиться физически, они могут где-то в другом месте быть. Люди, естественно, они физически где угодно, вот, ну, это система для людей, то есть, именно люди присутствуют там обязательно. Дао, это, как бы, говорит про автономность, то есть, это по хорошему алгоритму. Угу. Ну, хорошо.